Попрыгали, повеселились. А что больше всего тебе понравилось сегодня? Дождь. Дождь? Ну а какие вот виды спортивных занятий тебе приглянулись? Батут. Вот почаще бы такое, было бы здорово. Здоровый образ жизни уже не просто модная тенденция, а повседневный ритуал для многих горожан. И пока еще теплое лето, барнаульцы отдают предпочтение уличным тренировкам. Ведь заниматься растяжкой и джампингом под открытым небом вдвойне приятнее, особенно в обновленном парке. И даже дождь не помеха. Наоборот, хорошо. Мы даже сильнее разогрелись, и у людей прям настроение поднялось. Почти как в Европе. На травке можно йогой позаниматься, добавляют посетители парка. Место располагает, поэтому найти единомышленников проще. Прийти может каждый желающий. Йога, получается, нацелена на упражнения, где нужно дышать хорошо, различные для спины, для здоровья. Это хорошо и полезно. В эти выходные не просто занимались спортом, но и отмечали профессиональный праздник – День физкультурника. Представители этой профессии мы так и не нашли, а вот с организаторами действа пообщались. Проводим мы это мероприятие впервые. Оно приурочено к Дню физкультурника. И основная цель – это популяризация здорового образа жизни и спортивной активности. Программа была разнообразная и участников немало. Но вот некоторым показалось, что у сегодняшнего уличного фитнеса по Барнаульски исключительно женское лицо, что несправедливо. Хотелось бы больше заточить, конечно, под мужчинное мероприятие, потому что сегодня видно было, как знали, что плюс девушки на девушек и провели. А так все классно. Мне уже просто глубоко за 30, и поэтому я понимаю, что спортом надо заниматься всегда. Это не просто в школьные годы секции, максимум в институте позанимался. Это надо провести через всю жизнь. В большинстве своем Барнаульцы занятиями под открытым небом довольны. Многие хотят, чтобы такую полезную практику внедрили и в других парках города. Но пока тренировки на улице проводят лишь в Изумрудном. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком. Парка.